Пограничный сторожевой корабль Чебоксары прибыл в Чувашию. Почти месяц он был на пути к своей последней пристани. Здесь сторожевик погранвойск ФСБ сменит миссию ему готова на судьба плавучего музея. Он отслужил на охране границ немалых 30 лет. Настоящий, боевой. Моряки рассказывают, что в моменты, когда ни один корабль не мог выйти из порта для спасения терпящих бедствий, Чебоксары всегда приходил на помощь. Он считался на Балтийском флоте самым ходовым. Корабль 2-го ранга Чебоксары охранял западные границы страны. Для этого он был вооружен до зубов. Четыре торпедных аппарата и глубинные бомбометы, чтобы сбивать подлодки. Плюс к этому зенитная установка и артиллерийское оружие с дальностью поражения 15 километров и скоростью 120 выстрелов в минуту. Правда, сейчас оно не опасно, потому что демилитаризовано. В пути корабль развооружили, на стоянке в Чкаловске подкрасили и подремонтировали. Качественная техника, которая была готовлена еще при Советском Союзе, это забота экипажа о состоянии корабля. Своевременно проводились все ремонтные работы, покрасочные работы, что позволило его достаточно долго служить на благородине. Дефектация судна показала, что металл, корпус корабля находится в очень хорошем состоянии, что позволит использовать корабль около 10 лет в качестве музея. К этой благородной цели на буксире он преодолел 470 миль, 1000 километров по Балтике и еще 1500 по Неве, Ладожскому озеру и Волге. Пришвартовался сторожевик в речном порту столицы Чувашии под звуки оркестра с почестями, положенными ветерану пограничной службы ФСБ. Поздравляю всех нас с прибытием пограничного сторожевого корабля «Чебоксары» в борт назначения «Чебоксары». Ура! 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 Этого момента ждали 4 года. Корабль списали в 2016-м. Наконец он бросил якорь на своей вечной стоянке. Нас налагают дополнительные обязанности сделать все, чтобы этот корабль стал достойным местом притяжения на территории города Чебоксары и Чувашской республики. Мы, конечно же, все вместе гордимся и вот этим событием, и теми людьми, которые проявили себя в службе и в пограничных войсках, и ФСБ Российской Федерации, и теми, кто сегодня служит на пограничном катере, вернее, на ракетном катере Чувашии и базовом тральщике на Чебоксарске. Ходит легенда, что большинство уроженцев Чувашии, служивших на Чебоксарах – Александры. Истории, связанные со сторожевиком, будут рассказывать на экскурсиях по кораблю. Плавучий музей, как «Аврора», только новее, планируют открыть уже в следующем году. Ирина Волкова, Павел Иритков, Михаил Солин. Республика.